Всем и хеллоу, си вами Санчоус, а также Харлан Улыбака со своими наци-бойзами, которые, как обычно, тут весь мир собрались завоёвывать, ну или хотя бы Европку, но пока что даже и свои гермашки не могут сделать что-то более-менее приличное, так что пора её восстанавливать. И ради этого, прямо после Красной Революции, потихоньку рыночек будем возрождать, но лишь частично. Плановая экономика плановой экономикой, но если я хочу, чтобы мистер Крупп делал мне пушки, он их будет делать. Хотя имущество тех, кто классные танчики и пушечки не делает, можно и понационализировать. Нам будет нужнее, особенно Уойл. Кстати, не у нас одних работяги бунтуют. В Рашке на Дальнем Востоке тухачек восстал. Ну и чё бы, в принципе, им не побочь в их борьбе. Да и России под нас трём, что тоже позитивненько. Пока я тут простаиваю, они потихоньку соседних карапузов дожирают, а скоро смогут и кого побольше. Так что своими чувачками поможем товарищу Михайске в деле отстрела не красные русни. Но без генералов чё-то мне до сих пор ни одного не дали. Ё-моё, какого я себе фельдмаршала выбил. Усатый пошлой Тодд Говард. Вот кого действительно можно назвать настоящим нацистом. За то, что он с Фоллаутом сделал, по крайней мере. Пусть валит в тундру тухачку помогать. А, так мы экономику уже практически восстановили. Такая жопа была с этими гениальными кайзеровскими решениями и войнушкой. Но проходит пару месяцев под управлением Ёськи и в принципе всё окей. Ну и замечательно. Быстрее с этим разберёмся, быстрее сможем начать различного рода войнушки. Правда, до этого ещё перевооружиться надо. Кстати, походу я не прогадал, когда решил помочь тухачку. Потому что теперь мы воюем на одной стране с Гитлером. Немного не тем, ну да и не важно. Что ещё более постмета-ироничнее этот чувак еврей походу. Щедро меня, конечно, сейчас закармливают. И заводиков всунули. И даже пятую ячейку исследований дали. И это в стране, в которой вчера подростки с голодухи всех вокруг шпыняли. Как же похорошала гермашка при Гаебельзе. Надеюсь, ютубчик за такие слова на меня не обидится. Теперь можно и армейкой заняться. Сказал бы я, оно к чёрту. И так уже достаточно скучных фокусов понапрожимал. По Ёськиному профилю немного поработаем. Например, забубеним штази. И это при том, что Тельман делает гестапо. Интересненькие такие параллелечки. Правда, по итогу у нас какое-то ноунейм агентство. Ну и ладно, спасибо хоть и за такое. А сейчас время залить народу в уши тугую струю националистической пропаганды. Ёська это умеет. Ой, слушайте, а как происходит-то всё удобно? Я всё боялся, что восточные унтеры успеют разбиться до состояния хотя бы более-менее разумных существ. Но вместо этого они начали друг друга резать. Классическая восточная Европа. Главное теперь успеть быстрее России и их всех сожрать. Точнее уже Евразии. Хотя у этих дурочков тоже проблемы. Они в тайге завязли. В ходе уничтожения дальневосточных большевиков. Тут уже непосредственно мы свои лапки приложили. По идее в гонке за минорчиков пока лидирую я. Ну только если как с промкой не заставят. Полностью пройти всю унылую военную ветку. А я, между прочим, на эти ваши авианосцы и крейсеры срал. И без них можно Липенсбраум расширить. Ещё я понял, что тут дохрена чего завязано на решениях. Ну и замечательно, а то у меня уже, честно говоря, столько БПшечки, что её девать некуда. Так-то от неё будет хоть какая-то польза. Вот тут как раз-таки подвозят первую стайку. На тему почвы и крови. Похоже, нацики это какие-то оголтелые зождики. Министерство общественного здравоохранения это ещё куда не шло. Но обязательный спорт и права животных. Так я даже именно Адик собачьих любил. Судя по всему, Юзев, похоже, тоже. Что оказывается довольно-таки полезно. Но хоть убейте, я не пойму, как это закон об охране окружающей среды улучшает организацию дивизии. Хотя я, в принципе, и не против. У Юзи, судя по всему, всё самое весёлое начнётся после того, как он окончательно и бесповоротно объявит себя Вольксфюрером. Но всё же это уже оставим на попозже. Потому что умничи-мажоричи, карапузов из моей зоны влияния, по своим союзам разбирают. Поэтому в скором времени мне нужно будет разобраться хотя бы с Восточной Европой. А то различного рода черти всё себе это жмут. Правда, перед этим ещё лучше на законодательном уровне. Лучше полностью оппозицию запретить. Таким образом избавляясь от Иуда капиталистской игрушки дьявола под названием Демократия. Туда ей и дорога. А у Карлана теперь вся полнота власти. Ага, всё-таки пора заниматься армией. Ведь, дед, просто так какую-нибудь Польшу захватить не получится. По-простому. Нужно обязательно флот качать. Вроде бы. Надо же, о каком интересном дедуле упомянули. Дирли давно не виделись, ублюдочный сущенцын. А, так мы его смерть нагаздим? И тут прямо как в ТНОшке несколько способов умершвления. Правда, там под 100, а тут троечка. Повесим больного урода, ну и хрен с ним. Ага, и сразу после казни Дирли Вангера идёт ивент про нацистский синтвей в 30-х. Причём Гебельсу по кайфу такое музло слушать. Вот она истинно немецкая музыка. Хоть что-то у нас не как у Адика с его бахом и овербахом. Ну и почему бы действительно и нет? Мне вот ещё интересно, до какого-то такого электропианине они будут синтезировать свой синтетик-мьюзик. Но звучит круто, вроде бы. Ну наконец-то мне хоть каких генеральчиков подвозят. Не одним же пожилым тотом Говардом воевать. Да и тем более его одного на весь вербахт не хватит. Попользуемся и всякими доудейбами типа Гудериана и Лейба. Мы ещё и политруков в армии всовываем. Причём это только Гебельс такой умный. Ну ещё и Пик там. Но у него хотя бы есть возможность не шизить. Ну да, конечно, они тут начали Красную Революцию. И при этом политруков используют только самые конченные. Логично? Помните, я там говорил, что кайзершиза даже Гитлера может из могилы вытащить? Ну или хотя бы если не его самого, то его, как говорится, борьбу. Так и знал, что без Шмидлера хоть в какой-либо коннотации мы не обойдёмся. Он хоть и не стал фюрером, с карьерой художника тоже были проблемы. Просто чел стал мёртвым мясом где-то там в какой-то транше или канаве в Северной Франции. Но зато о нём сделали классный кинчик. Тоже не так уж и плохо. Блин, походу всё-таки для того, чтобы начать злобные нацистские завоевания. А опять меня заставляют прожимать кучу невесёлых фокусов. Стоп или нет? Я, дебдошка, ошибся. Всё равно я пока не могу попрессовать гномиков и больших мальчишек. Но для этого нужно попрожимать весёленькие фокусы. Вот тут уже всё логично. И крайне классические. Со всякими чисточками уже понятно кого. Ютуб, не бей, пожалуйста. И своими ассесниками. Конкретно тут РРчиками. Которые, если правильно переводить, вообще РПшники. Начнём, пожалуй, с очищения. Но это пока ещё совсем мало. 12К человек даже не считается. Ну и наконец-то-таки, как же долго я это ждал. А одно левачо собралось резать другое левачо, которое немножко полевее. Я думал, Гаеббельс вообще этим сразу займётся. Некоторые прям как будто напрашиваются на расстрел. Но ночь, 7 точек, наступает только сейчас. Ну и раз уж у нас после чисточек появилась парочку ненужных человечков, которые почему-то не отдыхают в гробике вечно, а по какой-то причине живы, мы обустроим для них специальные места труда и отдыха. Правда, в основном, конечно, труда. Ну и после всего этого Гермашка точно расцвела по полной. Как уже не раз было отмечено в различных Хаимодах, чисточки это прямой путь к процветанию. Теперь, когда в родном рейхе наступил полный орднунг, можно и открыться миру. Для начала создав свой альянс Штальпакт. Ну, наконец-то таки повоюем уже. Чё-то долговато пришлось ждать. Кому первому сделать неприятно. Ммм... Или тварям-французам, у которых наш Эльзас. Или уродам-руснявчикам. Точнее, уже евразийчикам. Которые, кстати, в своём дерьме увязли по уши. Не хватало им дальневосточной долбёжки, так они ещё решили Литву от диких поляков защитить. Которым я ещё и, кстати, немножко подмогаю. Эх, а вот если бы в Англии сидел Освальд Маслери, а в Италии лысый дучек, можно бы было свой собственный Шиза Интернационал забабахать. Но не, в Бриташке, блин, дупые Фемки сидят. А в Италии вообще эвола. Пацан весёлый, но дружить с нами вряд ли захочет. Придётся на свои силы рассчитывать. Хотя, в принципе, кое-кого на свою сторону переманить, я могу попробовать. Мне как раз-таки очень не хотелось, долбиться в Швейцарии. Да блин, походу, никто не пришёл на фан-встречу. Ну, тогда можно других зябликов себе в Союз позвать. Конечно, это всякие нищие Кубы и Мексики, от которых не будет особой пользы. Ну, ещё там Нидерланды есть. Но их я, наверное, по идее, захватывать должен. Короче, лучше такие, друзья, чем никаких. Серьёзно! Даже сраная Мексика не хочет со мной Союза. Ну да, там видно, что чмошки правят. Тоталисты с выборами, это вообще как? Ну да и, пожалуйста, справимся как-нибудь своими силами. Тем более, они у нас не маленькие. А особенно бафики от красного национализма. Судя по всему германскому народу, нужны не всякие товаропотребления, а возрождение национальной гордости Мазерленда. Минус 15 фабричек нодород, это, конечно, не кислое. Бля, какие дяди! Ещё одна порция свеженьких генеральчиков. И даже Кам с Пайпером тут есть. Плюс парочку недобитых штурмовиков, которые тут называются фолькштурмистами. Их тоже чистить будем? Судя по всему, нет. Ну да ладно, пусть будет побольше генералишек. Даже если они нацисты, гномосексуалисты. Хм, интересно, за следующие слова Ютуб мне въебёт или не въебёт? В общем, мы всё-таки нацихи, но не до конца. В смысле, что в некоторых вопросах мы ведём себя помягче, чем, так скажем, исторические аналоги. И вместо того, чтобы гнобицидить один народец, мы ему помогаем отправиться подальше, на историческую родину. И это, в принципе, не так уж и плохо. Есть, конечно, и другие планы по поводу этого сорта людей. Но пока мы радикалить не будем. Судя по некоторым скриншотам, мы вообще с ними засоюзимся. Но это уже значительно позже. Правда, похоже, не всем нравятся наши действия. Уже даже ортодоксальные нацболы хотят Карлана пристрелить. Но у нас есть чем их заменить. Ладно, раз уж в борьбе против францев, мне никто не будет помогать, то мы сами себе союзников завоюем. Через всякие военные планы. Да-да, как у Жирдинга, но побельче. Текст, 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 ну и с кого начнём? Ого, Амстрия или Швейцария. Или война со всеми интернационалистами-аналистами. Или с большей частью Балкан. Второе как-то менее болезненно звучит. Но всё же довольно неприятно. Знаете, а давайте попробуем другой планчик. В жопу всех этих горных дурней. А вот буллет всякие Фландрии, Волонии и прочие Лидерланды мне уже гораздо больше нравится. Заодно, пока мы Карапузов аннигилируем, можно армейку покачать. Тут выборчик небольшой. Либо давить танчиками, либо закидывать мясом. Я, наверное, буду действовать более традиционно. Старый добрый Блицкриг. Ну, наконец-то таки войнушка. Правда, немного неприятно, что уже даже Карапузы отожженные. Насиделись, понаспамили дивизии. Никаких особых проблем, конечно. Но всё равно как-то западло на это всё манпуверчик тратить. Первый минорчик пал. А осталось ещё? Да, до хрена осталось. Ой, я ещё могу голландские терки полностью присовокупить к своему великому рейху. Тогда у меня даже, может быть, не будет проблемы с манпуверчиком. И вся эта возня с Карапузами имеет хоть какой-то минимальный смысл. Даже не жалко на них танчики потратить. Чё мы там ещё можем не в военном смысле пододелать? Имеется ещё парочку интересных штучек. Например, ещё решений подохватать. Будто их и так мало. В этот раз связанных со всякой профсоюзно-газударственной движухой. И прочих плюшек для народа. Не забывайте, мы же всё-таки красные. Эвероде. А, ну и тут тоже старая добрая классика. Силы через радость, освобождение через труд. Ну вот это вот всё такое. А ещё Вольцвагены и прочие народные радиоприёмники. Для того, чтобы каждый немец мог услышать визгливые речи своего Вольксфюрера. О, чё началось. Африканские французы напали на красных французов. Пусть пока попадаются. Флоты друг другу поперебивают, а потом и карлик может вкатиться. А ещё одного хайзера тогда оставим на потом. Вместе с евразийскими. На Кабуняк будем нападать немного покрысячески. Через Шмейцаров. Может они и не смогут допереть дивки перекинуть. Хе-хе, дурачки походу ни о чём не догадываются. Если они продолжат тупить, то может всё обойдётся шустреньким Блицкригом. Иначе высадками задолбают. Да и долбиться не сильно хочется. Интересно, откуда у франчиков аж две среднетанковые дивизии. Да и вопрос на хрена. Вообще у меня есть подозрение, что это их единственные танковые дивки. Потому что они слишком не щуки, чтобы у них было больше. Учитывая их кол в воз заводиков. Просто какие-то надмозги. Возможно за Блицкриг жить. Посмотрим, как их среднички помогут им сдержать мой тотален Блицкриг. А они их вообще увели. Ну ладно. Как никогда вовремя. С швейцарами я уж ладно разберусь попозже. Хрен я их так сразу сходу пробью. О, а вот они своих союзничков в войну позвали. Молодцы какие. Ну погнали. С ветерком да под первентинчиком. Эх, как же я люблю все эти маленькие радости жизни. По типу массовой танковой атаки. И гигантских котлов в самом начале войны. Чем бы ещё заняться, пока мы тут рвём жопу францам. Мне кажется, укреплять границы и накладывать на францию эмбарго уже немного поздновато. Давайте тогда Орикки архитектуру прокачаем. Конечно же вместе с Альбертом Шпеером. Как тут без него-то? Блин, а французы-то не совсем имбецилы. Что-то рановато я их сразу так попытался на автопланчике прорвать. Всё-таки в этой грязюке необходимо пальчиками ковыряться. Поначалу мы очень даже неплохо двигались. Но долго так длиться не могло. Мы сейчас понемногу пробиваемся. И при этом постоянно замедляемся. Блицкриг в принципе получился, но так себе. Чё-то я на большее рассчитывал. Хоть Париж мы по идее берём. Какой-никакой, а всё-таки успех. Ещё и англичашки вкидывают своё британское мясо. И у них, кстати, танчики. Вопрос откуда? Теперь по портам ещё, блин, бегать. Пока они всё, что есть на материк, не перебросили. Понаурожалось, блин, коммунистов. Половину промки датские сожрали, а они всё равно средние танчики делают. И при этом у них ещё миллионная армия. Хотя я их вроде нормально так понакружал. А францы так и не планируют кончаться. Остаётся только долбиться туда, куда можно. Эх, как же прикольно искать рандомную клетку, на которой сначала удастся пробиться, а потом надеяться, что Ишка не додумается кинуть на этот прорыв половину своей армии. Мда, ну и овощебаза. Да когда что уже капитулируешь-то? А, ну по идее достаточно скоро. Ё-моё, вот это котлище. Не, ну если красный сблёв после такого не капнет, то это совсем обидно будет. А, вот и высадочки пошли. На самом деле даже как-то поздновато. Даже хватило времени на подготовку чувачков, обороняющих берег. Ю-ху, наконец-то. Блиц-криг получился не особо Блиц, но он хотя бы получился. Надеюсь, с другими неприятными типчиками всё пройдёт менее долбительно. С ними будем разбираться уже в следующий раз. А ну а пока, пока, пока.